Мелкое кафе с банковским размахом попытались ограбить в московском районе. Вот только нажива оказалась меньше даже карманной. Двое молодых людей в масках и с автоматом ворвались в бар на улице Бийской. Перепугали продавца, потребовали выручку, в кассе оказалось лишь 2000 рублей. Забрав наличные, автоматчики потребовали еще и сигарет на дорожку, чем даже насмешили своих жертв. Две пачки сигарет. Главное, сигареты-то есть хорошие, а не самые дешевые, которые курят по привычке. Я удивляю. Два пачка сигарет автоматом дашь, я на этих не поверю. Если с автоматом заходишь, что-то ограбление должно быть ограблено. Два пачка сигарет, пачка сигарет у меня просто где-то дают. Автоматом надо банка ограбить. Не такое заведение. Конечно, это смешно, если бы могли взять деньги серьезно, но две пачки сигарет. Станет это дороже намного. Вообще без путь. На что они надеются? Думали, тут у *** много очень денег проявлено. Приди ко мне и грабьте, у меня 200 рублей. Пожалуйста. На место происшествия также выехал кинолог, служебно-розыскной собакой. Служебный пес взял след. И буквально в нескольких домах от данного бара обнаружили данных молодых людей. Нашли пьяницу какую-то в этом доме, за булдыгой. Собака взяла след. И вот вывели парня. Один парень, какой-то он вооруженный. Он еле шел. Он вот тут мотался. Ну, наверное, не хватило. Может быть, на выпивку хватило, а на сигареты нет. Да просто у них местных напились, перепились. Крыша поехала у людей. Они пришли по глупости. Просто по глупости. Не ценно направили, не шли. Вот именно грабить. Нет. Просто у них вышли. А дома, может, валялось какое-нибудь оружие. Прихватили. Думали, да-ка я напугаю девку. Мы пришли с таким намерением. Напугать. Кстати, такое ограбление квалифицируется как разбой. Максимальное наказание за него. 8 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин